Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики канала! Сегодня речь пойдет о пеларгонии. Как я пробуждаю свою пеларгонию в январе. Вот, посмотрите, перед вами зональная пеларгония. Сейчас в нашу задачу входит осмотреть свою пеларгонию. Посмотрите, сколько она прироста дала большого уже за осень и зиму. И также дает проснувшиеся почки. Вот внизу по стволам, вы видите, да, вот они. У нас просыпаются почки, но им мало света. Так как они закрыты у нас на данном этапе, вот нашим вот этим приростом, который у нас образовался огромный за зиму. Сейчас наша задача вот создать условия вот этим точкам роста или вот этим молодым побегам, которые у нас образуются из пазух вот по низу растения, да, чтобы в дальнейшем сформировать куст. Что мы для этого должны сделать? В первую очередь мы с вами должны убрать весь вот этот прирост, который у нас может пойти на черенки. Это обязательно. Вот эти стволы, да, которые я вам показываю, вот они большие. Мы должны их обрезать. Обрезаем их на 2-3 почки от низа. Обязательно обработанными ножницами, это важно. Режем наши стволы не под самый пень, а 2-3 междоузлия, 2-3 оставляем. Убираем все старые листья. Вот так выглядит, видите, вот этот прирост. Его мы сейчас, в дальнейшем я покажу в следующем видео, как мы будем укоренять их. Посмотрите, у нас стало больше просвета. И вот, смотрите, я вам покажу, вот из пазух сейчас, вот видите, да, у нас приросты вот эти. Мы их освобождаем, чтобы в дальнейшем из них сформировать красивый кустик цветущий. Вот в этом и есть суть обрезки. Убираем также старые, то есть большие листья, это будут старые, которые мешают просвету нашим малышкам, которые выходят, вот. В дальнейшем также продолжаем разрежать нашу вот эту загустелую крону, то есть вот эти палки, которые у нас вытянулись за зиму. Мы их срезаем, следующую из них. Вот еще раз, смотрите, точки роста, видите, они уже тронулись. А вот этот ствол, он им мешает, затемняет их. То есть эта палка, мы ее вырезаем. Смотрите как. Оставляем одно-два между узли. Между узли это вот промежуток между пазухами листья. Два между узли оставляем. Отрезаем. Срезы можно толченым углем притирать или зеленкой. Профилактика инфекции. Вообще, чтобы сформировать красивый ровный пенек. Убираем весь мусор. Осматриваем наш куст в дальнейшем. Убираем старые и вот эти листья пораженные, которые подсохшие. Это от времени. Ну, рассматриваем наш куст и видим, что, да, у нас еще один прирост остался. То есть мы его либо прищепнуть можем макушку сверху пальчиками. Два листья верхних. Но я его, наверное, срежу, чтобы он, да, вот так тоже на два между узли снизу оставляю. Из которых, из пазух которых тоже может у нас, да, вот смотрите, вот отсюда может тоже у нас отсюда появиться новый отросток. Это важно. То есть не под самый пень. Срезаем все наши вот эти, нашу пеларгонию на одном уровне. Вот посмотрите, вот такой у нас получился кустик. На данном этапе не очень красивый, да, но зато мы освободили просвет для наших малышек, для наших вот этих вот, так сказать, видите, наших отросточек, которые уже проснулись на конец января. Всю эту обрезку мы можем делать как в конце января, так в начале февраля. Это важно. Нужно смотреть на то, проснулись ли ваши почки снизу у герани или у нашей пеларгонии, да. Они у нас проснулись, поэтому я произвожу вот эту, ну, как бы, формирующую, да, подготавливающую обрезку, чтобы больше пробудить почек. Чем больше почек, ну, у нас будет пробуждение, чем куст будет у нас активней, шикарней, и тем самым будет образовывать больше цветов, то есть больше бутонов будет образовываться, больше само, ну, активнее цветение. Так как мы знаем, что герань цветет фактически на каждом, да, при росте, при хорошем подкормках, освещении. Сейчас самое главное, после того, как мы срезали все это, мы обрабатываем зеленкой или таченым углем наши срезы, в дальнейшем ставим под хорошее освещение. Это важно, чтобы у нас за 2-3 месяца не образовались такие же палки, которые мы срезали на данном этапе. Нам в помощь сейчас будет солнышко, увеличение светового дня, да, мы знаем это, как бы, и растение наше пойдет в активный рост. Через 2-3 дня мы можем его полить и также заняться подкормками. Каждые 15 дней. Все, на мой взгляд, очень просто. Вот так в январе я каждый свой куст герани и пеларгонии готовлю к дальнейшему обильному цветению. На картинке показано листовой узел и место обрезки, которое всегда выше листового узла идет. Это важно. Обратите на это внимание. В дальнейшем хочу представить свои пеларгонии летом пышное цветение. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео для кого-то было полезно. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Следующее видео будет уже о укоренении пеларгонии. Всего доброго! Субтитры делал DimaTorzok